Так, здравствуйте, друзья! Сегодня я расскажу вам о политической нации. Начнем с того, что есть два основных подхода к определению такого важного понятия современности, как нация. Ее рассматривают вот как этническую и как политическую нацию. Дело в подходе к определению. Дело в том, что долгое время людям было не совсем понятно, что такое нация и откуда она берется. И сформировалось два основных подхода. Это примордиалистский подход, который говорил о том, что нация формируется на основании какой-то этнической общности, то есть людей, живущих на одной территории, у которых там один язык, одна культура, одни традиции. И конструктивистского подхода, который говорил о том, что нация формируется, может быть, на основании каких-то естественных позиций, есть какой-то естественный базис, но формируется искусственно в результате деятельности какой-то творческой интеллигенции и целенаправленной государственной политики. Второй подход называется конструктивистским подходом. И, собственно, долгое время доминировал только один примордиалистский подход. Люди воспринимали нацию как что-то естественное. Сами нации начинают формироваться в 19 веке, довольно поздно, как это ни странно, и в результате деятельности такой философской школы, как немецкие романтики. Вот эти немецкие романтики верили в некий фолкгайст, что значит дух нации, у которого есть какие-то черты с их точки зрения. Там кому-то свойственно быть трудолюбивыми, как немцами, пунктуальными, кому-то свойственно быть ленивыми с точки зрения немецких романтиков. У каждого народа, они говорили, существует какой-то свой национальный дух, вот, своя национальная черта. Вот здесь вы видите цитату одного из главных немецких романтиков, считающегося фундатором вообще теории нации романтической. Вот он говорил, что генетический дух народа – это вообще вещь поразительная и странная. Его не объяснить нельзя, его стереть с плеса земли нельзя, он стар как нация, стар как почва, на которой жил народ. Ну вот такое очень романтическое, да, по-другому не скажешь, представление о нации. В то же время, когда люди начали понимать, что все не так просто, сформировался конструктивистский подход к теории нации, это просто конструктор на фоне, я не знал, как это проиллюстрировать можно лучше. Вот. И он объясняет, что нации конструируются, конструируются искусственно, вот, чтобы из разрозненных каких-нибудь маленьких регионов средневековой Франции, как Нормандия, Британь, Иль-де-Франц, Компань, Лангедок, где в каждом регионе говорят на каком-то своем диалекте французского языка, у каждого региона есть какая-то своя микроистория, героическая очень часто, и они тяготеют часто к другим каким-нибудь соседним странам, нужно создать три основных камушка построения нации. Это, собственно, литературный язык, он был создан на основании, на основе главного диалекта Иль-де-Франц возле Парижа, исторический нарратив и экономическая и политическая общность. Благо, во Франции последнее было сформировано, в общем-то, большую часть ее истории, исторический нарратив был создан, и литературный язык тоже сформировали писатели и поэты французские, которых тоже, к счастью, было довольно много. В итоге мы получили французскую нацию, общность людей, которые чувствуют себя причастными к вот такой большой организации, как французы. Тем не менее, в Европе 19 века было множество государств, в которых жили народы без собственного национального государства. Вот там в Австрийской империи жили словаки, чехи, поляки, украинцы отчасти, и у них не было своего государства. После Первой мировой войны карта Европы стала более-менее адекватной этим понятием, и Европу поделили почти что на национальное государство. Вот вы видите сейчас карту межвоенный период, между Первой и Второй мировой войной. Здесь есть Чехословакия, Австрия, Германия, Венгрия, Королевства сербов, корватов и славянцев, и это уже Европа с очертаниями национальных государств. Тем не менее, те государства, которые возникли, вот Польша, например, ее не было до Первой мировой войны, стали вести часто не совсем адекватную политику дальнейшего построения нации. В результате чего другие национальности, не титульные нации, страдали от притеснений и от попытки ассимиляции. Вот вы видите карту Речи Посполитой в межвоенный период. Зеленым здесь обозначены белорусы, желтым обозначены украинцы, и оба последних народа терпели довольно большие национальные притеснения, вот в частности в 30-е годы 20-го века. Их хотели сделать поляками. Для этого из центральной Польши перевозили людей, которые должны были селиться на западной и нынешней Украине, ассимилировав. Их притесняли в плане языка. Все, кто учили в школах, должны были изучать польский, а скорее даже учиться на польском языке. Не было высшего образования на другом языке, кроме польского. Ну и в целом вот такая агрессивная довольно национальная политика. Вот поляки думали, что если они украинцев не сделают поляками, у них не сохранится государство, и они потеряют эту территорию. Привело к отчасти такому, а часто противоположному, очень жестокому и трагичному часто результату, известному историкам, как Волынская резня, либо Волынская трагедия. В 1943 году отряды украинской повстанческой армии вырезали поляков целыми селами, часто на территории Волыни, тех поляков, которые часто были невиновными, женщины, дети, старики, просто потому, что они поляки, и просто потому, что они их ненавидели в результате вот такой агрессивной национальной политики предыдущие десятилетия. Поэтому мы должны помнить всегда, что любое агрессивное навязывание чужой идентичности, даже во имя самых там благих целей и сохранения государственности, они могут приносить очень трагические результаты. Вот фотографии, собственно, Волынской резни, сохранилось довольно много, это освещалось тогда в мировой прессе, были фотографы, в общем, оно имело довольно большую резонанс, и сейчас это событие является камнем преткновения исторической памяти Украины, исторической памяти Польши. Там существует целая комиссия историков, которые пытаются найти какую-то компромиссную версию, но пока что итог этого всего не виден. После Второй мировой войны, кроме Польши, как вы понимаете, еще во многих других странах была очень неоднозначная ситуация с построениями национальных государств. Ученые всего мира попытались это переосмыслить и объяснить, что же такое нация, существует ли она объективно, и стоит ли за нее так сильно бороться. В частности, среди лучших ученых гуманитариев, которые попытались это объяснить, был Бенедикт Андерсен, написавший работу Imagined Communities, то есть воображенное, тут не совсем корректный перевод, воображенное сообщество. Вот когда-то люди поняли, что они там поляки, либо итальянцы, и с тех пор они придерживаются этой идентичности. И разумеется, Бенедикт Андерсен, конструктивист, он говорит о том, что нации существуют только в головах людей. Главный критерий принадлежности к нации это идентичность. Считаешь себя поляком, ты, скорее всего, поляк. Считаешь себя украинцем, ты украинец, и так далее, и так далее. То есть нация это конструируемая вещь, она не существует вне воображения людей и вне конструирования там учеными, интеллектуалами, писателями. Да, вот я взял известный мем, очень решил его сконструировать под тему сегодняшней лекции. Вот, ассимилировать, либо сконструировать. Да, специально цвета подобраны, красный цвет ассимилировать, типа неправильный, вот, и зеленый сконструировать. Благо Европа, которая шла вот по этой ровной дороге, вовремя успела повернуть и перейти к конструируемым нациям, там, где это было оправдано. Теперь за и против политической нации, где главное это идентичность и принадлежность к государству, лояльность к нему, и этнической нации. Сторонники этнической нации говорят о том, что если у нас не будет государства, которое будет всем навязывать доминирующую культуру, значит, мы потеряем какую-то великую культуру. Вот там немецкие права говорят, вот эти мигранты, это плохо, давайте всем навязывать немецкую культуру, вот, вытеснять мигрантов, чтобы наследие великих Гёте и Шиллера осталось в веках и так далее, и так далее. Они боятся, что эта культура потеряется. Я думаю, что это ложный тезис, тем не менее, он имеет место быть. Среди сторонников политической нации главный и самый адекватный аргумент это то, что политическая нация формируется в государстве, которое становится комфортным для всех. Вот, приезжая в моноэтничную страну, если там нету толерантности, какой-нибудь культуры, где этничность считается чем-то очень важным, человек может чувствовать себя некомфортно, ему там будет некомфортно работать. Возможно, что благодаря этому он не сделает какой-то вклад в экономику этой страны, не сделает какие-то инвестиции. Ну и вообще, мобильность трудовых ресурсов в современном мире, она очень тесно связана с толерантностью к мигрантам в разных странах. Но не хочется ехать в страну, где тебя там будут считать второстепенным, третьесорстным, ну если нет уже какой-то крайней необходимости. То есть толерантность, она позволяет улучшать экономические отношения в современном мире. Кроме того, существуют реально страны, которые там много национальны, сформировавшие у себя действительно политическую вполне нацию. Самый классический пример – это современная Швейцария. Она такой стала еще в Средневековье. В Швейцарии четыре государственных языка. Вот, вы видите, зоны компактного проживания, компактного распространения этих языков обозначены на карте. Вот, зеленый – это французский, желтый – это немецкий, фиолетовый – это итальянский, и вот такая штрихованная линия, вот, темно-фиолетовый, да, это ретароманский. Ретароманского больше нигде нету, кроме Швейцарии. Тем не менее, вот это обстоятельство, что у них много государственных языков и много взаимодействующих культур, давало им очень большие преференции, в частности, в торговле и в экономике. Мы все знаем Швейцарию как государство, в котором там самые стабильные банки. Собственно, итальянцам, французам, немцам туда было приезжать всегда очень легко, и это явно было стимулом экономического благополучия Швейцарии. В то же время, вот, ненавязывание всем частям одного единого языка, вот, имело и некоторые недостатки. Ну, в частности, мы видим здесь Канаду. В современной Канаде два государственных языка. Это английский и французский язык. Французский, он преобладает в таком регионе Канады, который называется Квебек. До сих пор. Тем не менее, большую часть 20 века Квебек был регионом экономического отставания, потому что большинство инвестиций, которые приходили в Канаду, очевидные из США, приходили в англоязычные регионы, так как, ну, американцам было гораздо легче на своем языке, там, на своем языке организовать предприятие, и из-за этого Квебек, конечно же, проигрывал. Сейчас там тоже существует некоторое экономическое различие, тем не менее, в Квебеке знают английский, французский является вторым государственным, ну, и страна становится более и более единой, вот, в результате адекватной национальной политики. В Украине, вы знаете, существует тоже такая же проблема, и о формировании политической нации в Украине говорят уже несколько десятилетий, потому что здесь эта проблема стоит гораздо острее, чем, там, в какой-нибудь современной Германии. Здесь есть действительно люди, которые компактно проживающие на разных территориях, говорят на разных языках, и здесь гораздо важнее формировать не национальную, вот, этническую идентичность, а политическую идентичность, приверженность к государству и уважительному отношению к нему в результате того, что государство, там, считаться должно каким-то эффективным менеджером, и без него должно быть сложнее. Вот, поэтому в Украине сейчас много дискуссий о формировании политической нации, нужно сказать, что в этом направлении уже сделаны некоторые успехи, я вот много езжу по стране, действительно чувствую себя более-менее везде комфортно, к счастью, и я думаю, что на этом пути мы еще много чего пройдем, и он закончится какой-то новой положительной общностью. Вот, кроме того, с формированием политической нации мы откажемся от таких жутких явлений, как этнические чистки, что имело место еще в 20 веке, ну и будем смотреть на них так, как смотрим на нелепость сожжения еретиков в средневековье или преследований инакомыслящих. То есть для нас это должно стать каким-то таким же ветхим понятием, как вот сожжение еретиков. И хочу напоследок пожелать нам динамичного развития в этом мире, будем формировать его толерантным к различным этническим группам, делать его комфортным для всех, кто в нем проживает, ну и таким образом мы сделаем жизнь себя самих, других лучше. Спасибо за внимание, буду рад вопросам. Так, да, Стаска. Вот, вот ты сказал то, что вот я хотел спросить, этническая нация, нет, этническая нация, она не есть первым этапом политическим? То есть это как перерождение, что ли? Ну, смотрите, по факту у нас сейчас в мире сохраняется довольно много этнических наций. Вот есть страны, где преобладает один народ, вот, например, Япония. Там 98% населения японцы, они все говорят на одном языке, они все считают, что у них есть какая-то общая история и идентифицируют себя как японцев. Японцев вполне можно назвать этнической нацией, которая вот сформировалась давно и существует до сих пор. Равно таким же образом, там, греки, например, во многом современная Чехия, Словакия, вот эти маленькие европейские народы, которые сохраняют этническое единство. Их можно назвать политической, этнической нацией. Просто, что политическая появилась гораздо позже и во многом из-за ошибок в построении этнической нации. Но они сосуществуют сейчас еще параллельно вполне. Я вот еще хотел спросить в связи с этим, а могут ли политические нации возвращаться там к этнической? К политической нации? Ну, в Украине сейчас есть такая попытка, да. Я думаю, что она плохая, потому что она порождает новые конфликты в обществе. Я думаю, что мы к этому все-таки не вернемся. Однако, ну, и есть, конечно, такие попытки и в других странах вполне навязать какую-то основную культуру. Да, еще... Вот вы уже знаете, что, да, в каком-то проблеме умигранта есть, решение нужно не избавлением от умигрантов, а в социализации. Но умигранны хотят социализироваться, хотят учить местный язык. А если они не хотят? Если они не хотят даже работать, любят на социал, пообразуют собственные лица, и, наоборот, даже навязывают свою культуру. Навязывают свою культуру. О, хороший вопрос. Тут, честно говоря, я, к сожалению, не знаком близко с какими-то мигрантскими кругами, там, за пределами Украины. Здесь я с ними контактирую, но здесь у нас таких радикальных мигрантов обычно нету, они уезжают куда-нибудь сюда подальше. Поэтому у меня нет какой-то хорошей эмпирической базы, чтобы вам ответить. Другое дело, я думаю, что это неестественно для человека жить, и жить на дне общества. Все равно для хорошего человека хочется жить, зарабатывать, и иметь какие-то возможности, которые есть у других граждан этой страны. Возможно, это проблема одного-двух поколений, и, возможно, это проблема отсутствия перспектив. Вот если человек будет понимать, что ему нужно соблюсти несколько правил, и он вырвется из этого гетто и будет жить там гораздо лучше, то проблема решится сама собой. Ну, во всяком случае, у нас уже есть там некоторый опыт, например, европейских стран, когда, ну, действительно, социализация дала какие-то свои плоды в будущем, и часть мигрантов смогла... Тут, понимаете, проблема в том, что Европа-то умеет поглощать мигрантов, просто последние десятилетия мигрантов стало гораздо больше, чем было раньше, и просто культура не в состоянии это все адекватно перерабатывать. Так бы мы уже, наверное, не имели таких проблем, если бы это все было постепенно. А так миграция просто порой неконтролируемая и слишком большая. И когда их очень много, это невозможно просто исправить так, как это было раньше. Эти так называемые политические нации, это колокрация, это для этого, чтобы снищить финансы, снищить национальные государства, для этого созданный Евросоюз. Мы вдалися в помощь Радянского Союза через цели, так они через окно масонария створяют теперь Евросоюз, так скажем, в большинственном обличии, чтобы обмануть людей. Повинны быть нации этнические, чистота, нации забороны, неровно категорично смешаные шлюги разных национальностей, а всеки не культими грантов, а и национальные меньшины, где портувати их страны, по которым их границам не хотят, то физически знищить някую добровольность. Одна страна, это один народ. Так, сейчас, я все-таки... Ну давайте еще одно вопрос, возможно, я ответил одночасно. Ви говорите так про мегранты в других странах. Сегодня буквально по такому федеральному радио-ресурсу, как ЛНВ, была передача про цыган, которая была что-то с Ромом. И они сказали, что социализация перебывает на очень низком уровне. И они же там не бачили, я буду типа Базар, я буду в Базаре, и вы сами понимаете, что... Но, смотрите, это же не проблема взагалі цыган. Вони таки же самі люди, как и мы, они тоже саме могут делать, как и мы. И дело в том, что за районских времен социализация Ромов, вона отбывалася, и значительная часть Ромов переезжала из таборей, в которых они обычно жили до этого, до мест, начала отрабатывать обучение, часто даже высшую обучение, я вот знаю, власне. Но этот процесс не был завершен, на жаль. Я думаю, что это не вдача державної политики, яка має бути змінена, и має бути знайдена адекватная форма, каким чином Роми сможут быть социализованы в нашем суспільстве. Щодо первого вопроса, я думаю, что я еще ответил в своей лекции на все эти тезы. Дякую. Все, дякую за увагу. Субтитры сделал DimaTorzok